Первый финалист, который мы видим в весовой категории до 94 килограммов, представляет клуб Universal Fighters или СК Абубакарова, как здесь отметили. Во всяком случае спортсмен указал именно так, что СК Абубакарова. А на ковер приглашается его соперник, набравший в рейтинге синих поясов 9 баллов, занявший шестое место в рейтинге, представляющий клуб Universal Fighters. Приветствуйте Мурат Дахаев! Мурат Дахаев, Universal Fighters. Весовая категория до 94 килограммов. Большие парни, большие и сильные парни. Ну, можете посмотреть. Скорее всего, это будет мощная схватка. И чем дальше, что называется, в лес, тем тяжелее атлеты. Ну и стоит отметить, что проведение турнира в АйБЖ, самый, наверное, такой серьезный вклад в проведение турнира вкладывает генеральный спонсор промоушена организации, компания по изготовлению спортивного питания ВИСАНА. Мы видим, что это титульный спонсор, генеральный спонсор. Действительно, это очень важно. На протяжении всех турниров лиги в АйБЖЖ. Напомним, что в этом сезоне было 4 открытых турнира лиги. Все они проходили на территории Северного Кавказа. И только в 2020 будущем году лига расширяет свою географию и проведет первый турнир в Москве 2 февраля. Регистрация, кстати, уже открыта. Ну и что ж, да, действительно, возвращаясь к тому, что происходит на ковре, финальная схватка весит до 94 килограммов. Шамиль Мажетханов против Мурада Дахаева. Мажетханов в белом рожгарде, Дахаев, соответственно, в черном. Очень впечатлил, кстати, Мажетханов. Опять же, в полуфинальной схватке с таким неприличным счетом он победил своего соперника. 36-0. Это, наверное, рекорд утренней части турнира. Там нет никакой ошибки? Нет, нет никакой ошибки. Мы как раз были свидетелями этого всего. Когда 25-0 было, я остановился при подсчете очков. Но в итоге после этого также были удачные действия проведены. И 36-0. Это, наверное, абсолютно рекорд на таком уровне за последнее время на соревнованиях. Наверное, да. Я просто не помню такого. Есть у меня один знакомый, у него было 49-0. Привет, знакомый. Но это был другой уровень соревнований. Ну и здесь, конечно, 36-0 сделать, наверное, будет очень тяжело, учитывая уровень соперника и статус схватки. Но, тем не менее, очень любопытно наблюдать за тем, как будет действовать Шамиль Мажутханов. Мурат Дахаев очень такой приземистый, парень коренастый. Пока мы видим схватку по вольной борьбе. В стойке действуют спортсмены. Ничего удивительного, когда речь идет о спортсменах, в районе 90 килограммов. Мало кто хочет, чтобы на него сверху плюхнулось еще 90 килограммов такого же боевого мяса, что называется. Да, это уже действительно и физические возможности спортсменов. Это особенность весовой категории. Чем тяжелее атлеты, да, тем чаще они хотят оказываться сверху. И что еще я хотел бы добавить, что очень важно в проведении данного турнира и прошлогоднего ивента. То, что привлекают представители ярких, известных представителей из других видов спорта, в частности из ММА. Это, естественно, также привлекает внимание к этому виду спорта, что также важно. Я думаю, организаторы данного турнира промоушена, они будут продолжать привлекать звезд. Одним из которых является, одно из которых юз Фраисов, который вот разминается у вас с вами как раз-таки на глазах. У нас на глазах, но зрители телевизионной трансляции, телевизионной версии трансляции этого не видят. Тем временем, по предупреждению, по пеналти получают оба спортсмена за, условно назовем это формулировку, пассивным ведением схватки, уклонения от борьбы. Ну и как же прекрасно сложен Шамиль Мажетханов. Мы видим такой широкоплечий, неграмма лишнего веса. И вот очередная попытка тейкдауна не получается. Накрывает его оппонент. С захватом за шею подворотка, так он на гильотину. Очень чувствительный. Надо отдать должное Мурат Дахаев. Тазом просто накрывает сразу попытки. И вот более низкий проход уже сначала в пятку, потом выше перешел. Мажетхана и... Лоу сингл лэг и тейкдаун не будет засчитан, потому что выполнен за пределами ковра. Скорее всего не будет засчитан. Очень много сил потратил Мажетхана. Обидно, конечно, ему, то что это действие не будет оценено. Но, к сожалению, ковер имеет ограничения достаточно яркие. Яркого желтого цвета ограничения. Травмировался, ударился о стул. Очевидно. Спортсмен, когда пытался провести это техническое действие. Мы будем надеяться, что ничего серьезного нет. Разбить нос слегка у Шамиля Мажетханова. Не хотелось бы, чтобы схватка прервалась. Разбитый нос для борца. Разве же это преграда? Ну да, это мелочь, по сути. Схватка продолжится. Каковы ваши ставки? Кто первый переведет поединок в партер? Учитывая, что до конца первого раунда остается меньше полутора минуты. Но если и случится перевод, то есть ощущение, что Мажетханов, у него уже было несколько попыток. И, пожалуйста, Дахаев сам уходит в партер. И я сегодня уже видел этот свип в его исполнении. И он зарабатывает два балла. Да, да. Очень неожиданно, скажем так. Да, и это я вижу сегодня уже второй раз. Удивительный свип из дип-хавгарда, когда верхний соперник вроде бы не поменял свое положение относительно системы координат в пространстве. А тем временем нижний оказался верхним и забрал два балла. Казалось бы, уже потихоньку-потихоньку подбирался к сопернику Мажетханов. Уже казалось, что вот-вот он проведет тейкдаун. Но тут довольно-таки неожиданно провел свип. Ушел сам вниз, поднялся после этого. Уверен, что это одна из коронных техник. Мурада. И очень важные, стратегически важные два балла зарабатывает Мурад. Не отыграет ли их Шамиль? Нет. Устоял. Устоял Мурад. Такое ощущение, что через боль борется Шамиль. Может травма какая-то. Мы видим, что гримасы боли показывают Шамиль. Не исключено. Не исключено. И вылетали они за пределы ковра. Да и по ходу схватки может произойти все, что угодно. Это не всегда очевидное какое-то действие, которое приводит к каким-то болевым эффектам. Где-то потянулось, где-то дернулось, где-то надломилось. Не дай бог, конечно. А, и вот показывает, что колено. Колено травмировано. Мирона Шамиль Мажетханов. Итак, первый раунд заканчивается в пользу Мурада Дахаева. Вот нам покажет, наверное, сейчас этот свип. Хорошо блокирует вход в ноги. Загружает своим весом. А вот он. И даже здесь мы видели, как накрыл, да, Мурада Дахаев своего соперника. Казалось бы, это не было бы действием оценено. Но, тем не менее, до конца пошел. Хорошо держит баланс. Блокирует попытки тейкдаунов. Борец вольного стиля базовый. Это сразу чувствуется. Очень чувствительный. Очень чувствительный. Такой коренастый павень. Неудивительно, неудивительно, что у этих ребят база вольной борьбы. Хорошая база вольной борьбы. Оба из Дагестана, где вольная борьба, она, наверное, основное направление в единоборствах. Любой мальчишка, уже начиная с ранних лет, занимается вольной борьбой. И это отличная база для грэпплинга и джиу-джитсу. Да, наверное, и для ММА. Да, и для ММА, конечно же. Вот все-таки те самые 36-0 настолько меня впечатлили, что я где-то у себя в сознании недооценил Мурада Дахаева, потому что не видел его схваток, к сожалению, в утренней части турнира. Но сейчас я вижу, насколько он хорош, сколько чувствительный и насколько сильный физически. Следующий раунд весовой категории 92-94 килограмма. Шамиль Мажетханов в белой форме и Мурад Дахаев в черной форме. Это финальное мероприятие Лиги УАИБДЖ по итогам 2019-го года. Прямой эфир. Чеченская республика. Город Грозный. Что-то решили поговорить, ребята. Дворец спорта имени Уэс Ахтаева. Если быть точнее, по геолокации. Приглашаем тех, кого еще нет здесь. Пятый ряд. Если быть еще точнее. Да, да, да. Продолжается поединок. Минутка юмора от комментаторов сегодняшнего турнира. Продолжает атаковать Мажетханов. Идет вперед. Ищет он свое счастье в атаках. Пытается додавить соперника. Посадить его уже наконец-то. Попытка Кимуры от Дахаева. Но он накрывает его Мажетханов. И забирает те самые два балла. Которые он так долго пытался заработать в свою копилку. Ошибку допустил, конечно, Мурад Дахаев. Просто так взять и провести себе Кимуру никто не даст. А здесь уже ручной треугольник. Будет ли? Нет. Очень может быть, что будет проход гарда. Да, проход гарда. И вот неправильно защищается Мурад Дахаев в данной ситуации. Наоборот, другую ногу ему нужно было закидывать. Вот оказавшись на спине, к сожалению, мы видим, что есть огрехи. Огрехи в технике Мурада Дахаева. На верхнем этаже он хорош. 7-0 уже в этом периоде. И пожалуйста. 7-0 и попытка Арм Триангла. Желательно нужно вытащить ногу Мажетханову. Пройти хавгард. Рост где-то ему и позволяет преимущество. Вот Американо. Тоже достаточно сложный для исполнения приема из этой позиции. Все опирается в то, что нужно вытаскивать ногу из хавгарда. Ну и мы видим, что функциональные возможности у Мажетханова все-таки выше. Он визуально более молодой спортсмен. Он набирает. Это было и утренняя часть. Он набирает обороты по ходу схватки. А Дахаев мы видим, что он наоборот теряет свои функциональные возможности. Ну, почему-то у меня складывается впечатление, что Мурат Дахаев и постарше. Да, да. Я об этом и говорю. Визуально это прям чувствуется. Две минуты. Две минуты. И изменится ли счет в этой схватке? Очень нацелен на проведение сабмишна. Шамиль Мажетханов. Возможно, где-то задето его самолюбие. Проигранный раунд. Это все-таки не самая приятная вещь. Заправлены ноги. И это 4 балла. Уже начинает, так сказать, резвиться уже Шамиль Мажетханов. Счет 11-0. Продолжает искать сабмишн. Автор самых больших счетов, так скажем, сегодня. Шамиль Мажетханов. Как быстро меняется картина. Казалось бы. Нам бы увидеть счет сейчас. 11-0 вроде должно быть. Ноль-то точно есть. Да. 11-0. 11-0. Юные болельщики. Болеют друг за другом. Не очень смотрят на то, что происходит на тотеме. Взяли небольшую паузу. Мурат Дахаев откровенно пытается выходить в партер. Подустал. Подустал, конечно, представитель Universal Fighters. Что же говорить. Подустали оба спортсмена. Но быть подуставшим сверху гораздо приятнее, чем быть подуставшим снизу. Ну и учитывая, что у нас впереди еще один отрезок. Конечно, очень тяжело. Тяжело придется спортсменам. В первую очередь это касается Мурата Дахаева. В первую очередь это касается Мурата Дахаева. И последующий свип на 2 балла. Вот это то единственное, наверное, что удавалось на протяжении данного поединка. Мурату Дахаеву. Ну. И это работало. Да, это работало в определенный момент. Когда он был посвежее. Сейчас, конечно, нужно проявлять характер. Показывать характер. И опять же. Тот самый формат 3 раунда по 5 минут. Но после первой 5 минутки Мурат Дахаев явно встал, подустал. И это тот самый незнакомый формат. Кто-то его выдерживает, кто-то нет. Кто-то может приспособиться, кто-то нет. Ну и отметим, что схватки очень равны у нас, уважаемые друзья. Только лишь Муслиму Абдулаеву удалось выиграть досрочно. Все остальные проходили всю дистанцию. Где-то 2 раунда, где-то 3. Это уже 6 финал. Впереди еще 2 финала в рамках турнира и 1 Super Fight, в котором Юсуф Раисов встретится с Марифом Пираевым. Проставленные российские бойцы ММА. Второй раунд. Ой, извините, господи. Третий. Третий, да, заключительный. Уже мы можем точно сказать. Очень интересно, как Мурат Дахаев будет действовать в этом отрезке. Какую тактику выберет? Да, да. Уходить вниз для него это не решение задачи, как мы уже видели. А вот здесь попытка гильотины, но не очевидная. Соперник уже обошел ноги. И это, скорее всего, закончится двумя баллами за тейкдаун. И обход гарда будет ли зафиксирован. Зафиксирован. Два балла на табло. Два балла в пользу Шамиля. И, пожалуйста, попытка ручного треугольника. Снова нога находится в халгарде. Пытается высвободить ее. Шамиль Мажетханов. И теперь он уже совсем близок. Вероятно, мы сейчас увидим сдачу. Вот теперь точно. Еще три балла. Еще четыре балла. Удивительно, что отпустил этот захват Шамиль. Девять баллов не так-то просто отыграть. Даже если схватка будет длиться десять минут, как по черным поясам. Но отыграть девять баллов очень нелегко. В тот момент, когда у обоих соперников силы на исходе. А тут уже и попытка выхода на треугольник. И не исключено, что это будет вторая дополнительная денежная премия от спонсоров сегодняшнего турнира. Все-таки нацелен на сабмиссион Шамиль Мажетханов. И близок он к проведению треугольника нужно дорабатывать. И с таких позиций не отпускает. Это уж точно. Все. Сдается. И мы видим сдачу. Сдается Мурад Дахаев. Второй финиш вечерней части турнира YBJG. Действительно, это чувствовалось, что Шамиль Мажетханов набирает обороты. Он был все ближе и ближе к победе. Разгромный счет во втором раунде. Разгромный счет в третьем раунде. И как вишенка на торте это проведение треугольника. Второй треугольник вечера. Второй треугольник. Вторая премия. В этой схватке сабмиссион на победу одержал и стал лучшим джитсером весовой категории 86-88 килограммов. Две богатырские категории нас ожидают с вами впереди. Шамиль Мажетханов. Награждение проводит партнер Лиги YBJG. Руководитель торгового дома спортивной экипировки Eskimonas. Обладатель синего пояса бразильского джиу-джитсу Али Салтаматов. Спонсором турнира победителю вручается денежная премия в размере 200 долларов за сабмиссион. Продолжение следует...